Виктория Николаева 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 Виктория Николаевна Виктория Николаевна Виктория Николаевна Виктория Николаевна Виктория Николаевна Виктория Николаевна грамотности для студентов. Это будет более чем 100 вузов по всей стране, более 10 вузов по Дальнему Востоку. Мы, собственно говоря, этим циклом мероприятий начинаем годовой курс. В течение года мы достаточно много с этой темой будем выступать на разных уровнях и для студентов, и для занятых, и особенно, наверное, много для пенсионеров. Мы считаем тему финансовой грамотности очень важной для страны и считаем, что как практикующая организация у нас есть определенный опыт, и мы хотим и готовы с ним поделиться. Поэтому сейчас я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы нашли время поприсутствовать на лекции и поблагодарить организаторов, в первую очередь в ГУЭС, еще раз один из наших лучших партнеров. Мы с большим уважением относимся и к выпускникам, и к преподавателям особенно, готовы много вкладываться в расширение нашего сотрудничества, партнеров медиа наших. Я хочу сказать, что у нас идет сегодня прямая трансляция на сайте Prima Media нашего выступления, поэтому для вас, друзья, кто не знал, прошу быть особенно активными, можете стать звездой интернета сегодня. Также лекция будет доступна для скачивания в течение двух недель, так же, как и все материалы, поэтому, если вы что-то для себя интересное увидите, сможете более подробнее посмотреть позже. Итак, ну, про финансовую грамотность. Знаете, наверное, про финансовую грамотность достаточно много говорится, говорится и в последнее время, говорилось и до этого, но... Каждый по-разному оценивает, насколько он финансово грамотен. Если мы говорим про обычную грамотность, все просто. У нас правоописание, синтаксис и примерно понятно, кто грамотный, кто неграмотный. Уровень финансовой грамотности, еще раз отмечу, достаточно субъективная величина. Я хотел бы, чтобы мы начали нашу работу с того, чтобы каждый, ну, примерно сейчас, если раньше не задумывался, оценил свой уровень финансовой грамотности, как он сам определяет. Давайте по шкале, там, допустим, средний, низкий, средний, высокий. То есть вы пока подумайте, у нас аудитория подготовленная, я знаю, что вы уже несколько лет изучаете экономику, ее основы, то есть наверняка задумываетесь, я рассчитываю, что результат будет лучше, чем в среднем. То есть, чтобы было понятно, я проверять не буду, вы сделаете это для себя, по большому счету, просто, чтобы вы понимали. Пока думаете, я могу сказать, что в среднем по стране у нас получается 47% населения оценивают свой уровень знания, как низкий, 53% как средний и отличный. Давайте проверим, кто у нас оценивает свой уровень знания, как низкий. Немного, существенно ниже, и это действительно так должно быть, потому что, друзья, у вас есть хорошая подготовка. Но то, что вы так себя оцениваете, меня обнадеживает, что у нас получится диалог, потому что в какой-то момент я хотел бы какие-то тоже ваши мнения услышать. Для меня важно, и я рассчитываю на вашу помощь и поддержку, активное участие. Если говорить про финансовую грамотность, у нас в стране все просто. У нас правительство приняло распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности. И, соответственно, понять, финансово грамотный ты человек или нет, можно, определив свои знания по 8 основным блокам, которые определены этим распоряжением. То есть, если где-то человек гадает, грамотный ли он или нет финансово, нам гораздо проще. Есть 8 основных направлений, про которые мы более или менее подробно сегодня проговорим. Соответственно, считается, что если вы знаете, владеете и используете основные из этих направлений, вы можете считать себя финансово грамотным человеком. И в обратную сторону, если вы хотите стать финансово грамотным человеком, есть 8 направлений, 8 блоков, изучение которых позволит вам продвинуться в своей финансовой грамотности. Первое и самое важное, это, конечно, финансовый план. Давайте, наверное, с него начнем. У нас в жизни много целей, нам много чего хочется, но все это ограничено нашими возможностями. Соответственно, когда мы делаем выбор по приобретению того или иного какой-то покупки, мы всегда находимся в рамках ограничений. Вот если у вас есть финансовый план, вы понимаете, когда вы что можете себе позволить, и как вы это будете делать, это первая база финансовой грамотности. Если вы действуете по наитию или от возможности сегодня появилось дело, это первое, о чем вам надо задуматься. То есть вы, видимо, пошли не в том направлении. Соответственно, второе, о чем я хочу поговорить, это финансовые продукты. Понятно, что нельзя достигать целей, если ты не знаешь инструментов. Финансовые продукты – это инструменты достижения своих финансовых целей. Соответственно, финансовые продукты можно разделить на основные четыре группы – банковские, пенсионные, страховые, инвестиционные. Сегодня я предлагаю вам угадать, про какие мы будем говорить в основном. Вот смотрите, первая в аудитории, кто отвечает на вопрос, это, как правило, самый успешный человек в будущем. Потому что помимо знаний всегда важна смелость и готовность знания ваши реализовать. У меня здесь немного призов, то есть мы потом в конце лекции, я поделюсь ими с наиболее активными членами группы, и я призываю вас активно участвовать. Естественно, про банковские, во-первых, они наиболее часто употребимы, а во-вторых, как банкир по профессии, я могу с вами наиболее профессионально, грамотно эти вопросы обсуждать. Что важно? Если вы осознаете цели, важно убирать продукты под свои цели. Необходимо оценивать предложения, с которыми вы сталкивались, и, соответственно, понимать суть продуктов и инструментов, с которыми вы работаете. Если мы говорим про банковские продукты, то функционально у нас решаются три вопроса. Это рассчитываться, занимать и накапливать. На самом деле, я когда выбирал для себя профессию, это было достаточно давно, был достаточно большой выбор. То есть, страна переходила к торговле, понятно, что все мы будем чем-то торговать. То есть, всегда есть большой выбор. И я когда думал про деньги, на самом деле, это единственный товар, которому нет равнодушных людей. Есть люди, которые равнодушны к нефти, есть люди, которые не любят Кока-Колу, есть люди, которые не едят мясо. Но с деньгами сталкиваются все люди. Это вопрос, который рано или поздно встает перед любым человеком. Они либо есть, и их надо сохранять, они либо нет, и тогда, возможно, их надо занимать. Но даже если ты достиг баланса, то в любом случае ты будешь рассчитываться. Поэтому финансы, банковский бизнес – это, в общем-то, то, что нужно каждому человеку. Ну и, собственно говоря, я выбор для себя сделал. То есть, заниматься то, что нужно всем людям. Если говорить про банковские продукты, ну, вы знаете, было всегда представление о том, что банковские продукты продаются и покупаются где? В банках. Вот. Это, на самом деле, давно устаревшая теория. То есть, практика показывает совсем другое. Есть огромное количество доступов к банковским услугам. Основные из них я на слайде перечислил. И, поверьте мне, филиал банка, как представление большинства людей о банках, продает минимальное количество продуктов. Более того, большое количество банковских продуктов продают уже не банки, а продают не банковские организации. Мы об этом чуть больше поговорим. Кому из вас знакомо выражение «кинь на Сбер»? Всем. Всем известно выражение «кинь на Сбер». То есть, доля безналичных расчетов в нашей банковской системе, я могу на примере Сбербанка сказать, составляет 85%. Только 15% операций проходит через филиалы банка, 85% происходит без участия банковского сотрудника, без посещения клиентом банка. Эта доля постоянно растет. Я не знаю, есть ли здесь потолок. То есть, это никогда не будет 100%, потому что людям в любом случае надо общаться. Но мы идем к тому, чтобы клиент для удовлетворения большинства своих потребностей посещал банк один раз. Завел карту, и большинство своих потребностей он может решать дальше удаленно. Соответственно, с вопросами рассчитаться, цифровые технологии помогли сделать это гораздо проще и приятнее. Для меня, для самого, было на самом деле большим сюрпризом, когда Сбербанк онлайн вошел в топ-3 приложения Apple Store. То есть, YouTube, Telegram, я не знаю, что еще, Viber, то есть, игры все остались позади. Это не частая ситуация, но это объективная реальность. То есть, люди пользуются удобно и снимают множество вопросов. Вторая, более сложная потребность, которую банки удовлетворяют, это занять. И это, в первую очередь, конечно, кредиты. То есть, если говорить про кредиты, мы сразу делим их на три категории. Краткосрочные, то есть, чем все постоянно сталкиваются. Среднесрочные, это более редкая тема. Оно есть с долгосрочными, я думаю, что вы пока что еще не сильно сталкивались, но мы об этом поговорим, вам в любом случае придется с этим столкнуться. На самом деле, если говорят про краткосрочные кредиты и займы, так, самый популярный, я вот здесь вас не устраивал, то есть, опрос, это занятие друзей. То есть, по крайней мере, это первое, что приходит в голову. И это тоже банковский продукт, но который вы не в банке реализуете, а среди своих знакомых. Два других, это микрофинансовые организации, кредитные карты. Есть что-то другое, но я поговорю только об этом. Про занятие друзей говорить не буду, то есть, ну, на самом деле, наверное, не самый лучший вариант. По микрофинансовой организации буквально два слова в рамках финансовой грамотности. То есть, это самый простой, это самый быстрый способ получить деньги от финансовых посредников. Это хорошая функция, которая должна быть в любой стране. Сейчас хорошо эта отрасль регулируется, поэтому и уровень ставок, и уровень штрафных санкций держатся под контролем, но, тем не менее, это самый дорогой. Это самые высокие проценты из всех, наверное, доступных инструментов финансового займа. Пусть не 2% в день, пусть один, но 10 дней займа обойдутся тебе, ну, там, пусть в 10%, предположим. Соответственно, вот здесь у меня вопрос. Сколько будет пользования кредитной картой за 10 дней? Вам нужно такую же сумму занять по кредитной карте. Кто смелый? Так, вот, можно руку попросить поднять? Хорошо, первую книжку я уже знаю, кому я отдам. Спасибо большое за активность. Я не знаю банков, в которых стоимость пользования кредитной картой на короткие сроки платная. Кредитная карта в последние годы шикарный инструмент удовлетворения потребности краткосрочного займа. Дальше слайд для людей, у которых есть какой-то экономический бэкграунд. Нашим сотрудникам приходится достаточно много времени уделять, чтобы объяснить клиентам, как работает кредитная карта. Как правило, пользование краткосрочным займом до 50 дней в большинстве банков бесплатно, если вы грамотно используете доступный финансовый инструмент. Знаете, я, когда учился за границей, мне рассказали их анекдот английский, любимый банковский клиент у них, это клиент с короткой памятью и с большим кошельком, потому что там кредитная карта один из основных продуктов, он сейчас входит хорошо в жизнь нашей стране, но пока что не так распространен, как на Западе. Вот здесь есть нюанс, если ты один день заплатил, забыл заплатить, то ты уже начинаешь платить процент. Те люди, которые помнят и правильно пользуются инструментом, они пользуются этими краткосрочными займами бесплатно. Да, есть определенные ограничения, то есть это не наличные деньги, это оплата покупок, есть ряд других нюансов, которые надо знать, но они все абсолютно доступны каждому грамотному человеку, более того, есть еще бонусы и кэшбэки, поэтому кому интересно, смотрите, пожалуйста. К тому же по кредитной карте хотел отметить еще один момент, о котором позже более подробно поговорим, это хороший продукт, чтобы создать для себя кредитную историю. На Западе создание кредитной истории любого человека начинается с кредитной карты. У меня один мой товарищ уезжал в Америку, мы с ним общались, я у него спросил, как банковские продукты, мне интересно, поскольку у меня бизнес такой. Соответственно, он мне рассказал, что я пользуюсь кредитной картой, проценты, которые он мне назвал, они были чуть ли не выше, чем в нашей стране. Я удивился, зачем? Он говорит, понимаешь, я иностранец, только приехал, у меня никакой истории нет, и мне надежные банки под низкие проценты не дают. Поэтому, говорит, мне эти деньги не нужны, но я начинаю пользоваться, чтобы у меня появилась кредитная история. На Западе твоя кредитная история это все, то есть это и аренда машины, и аренда квартиры, соответственно, кредитная карта лучший первый шаг для того, чтобы формировать кредитную историю. Минимальный пакет документов для банковских продуктов, хороший льготный период пользования деньгами, бонусы, но, опять же, нужно знать ограничения, и вот знаете, умеете пользоваться вы финансово грамотно или финансово неграмотно. Потребительский кредит, наверное, все слышали, не знаю, все ли брали. Это среднесрочный инструмент, среднесрочный сейчас, это до 7 лет, то есть это сумма больше, чем кредитная карта, это всегда платно, но это отличная возможность для реализации каких-то среднесрочных потребностей. Как разноидность потребительского кредита, я не знаю, там автокредит, допустим, как-то еще. Но это, наверное, самый большой по количеству сейчас в нашей стране инструмент. Пока что кредитные карты не догнали число потребительских кредитов, я думаю, скоро это произойдет. Но это вот классический, самый классический банковский продукт, им просто пользоваться, но для этого нужно иметь какую-то кредитную историю, стабильный уровень доходов. Наверное, больше всего в части кредитных продуктов я хотел бы поговорить по ипотеке, достаточно много вокруг ипотеки в последнее время мифов, мемов в интернете, то есть там кабала, ограничения на всю жизнь, 30 лет, там чуть ли ты не в рабстве финансовом и так далее. На самом деле, да, реально, до 30 лет. Это самые низкие процентные ставки из всех банковских продуктов. Да, это всегда целевое использование средств, понятно, это либо квартира, либо дом, либо строительство, это залог у банка, это плата за то, что деньги длинные и дешевые, но это инструмент, без которого достаточно тяжело построить успешную, я считаю, и семейную, и личную жизнь. Что хорошо в ипотеке в нашей стране, в последнее время государство очень много специальных предложений для ипотеки делает. Соответственно, одна из программ, которая сейчас, я считаю, самая лучшая, и она доступна только нам, дальневосточникам, это дальневосточная ипотека. Кто слышал про дальневосточную ипотеку, скажите? То есть остальные просто руку не хотят поднимать, раз все слышали. Ну, я уверен, что все должны были слышать, но это действительно отличная программа, 2%, честная ставка 2%, любой банк. Я просто для того, чтобы продемонстрировать кабалу или там сложность ипотеки, простой пример привел. Стоимость квартиры подбирал под Приморье, под Владивосток, траты на съем жилья. Я где-то могу там плюс-минус тысячу ошибаться, конечно, вы можете найти там больше цены, меньше цены. Принципиального значения не имеет, мы брали средний уровень. Соответственно, можно платить 25 тысяч рублей за съем квартиры, можно платить 30 тысяч примерно рублей за ипотеку. Да, это больше, но за 10 лет вы сэкономите 533 тысячи рублей, либо с другой стороны будет квартира. По ипотеке могу сказать цифры Сбербанка. Средний срок ипотеки в нашем банке это 7 лет. Люди берут ипотеку на 10, 20, 30 лет. В большинстве случаев закрывают раньше. В среднем получается 7 лет. Здесь много факторов. Первое. Доход людей со временем, как правило, растет. Когда ты берешь ипотеку, ты рассчитываешь на свои текущие доходы. Соответственно, уже сам факт, что ты взял ипотеку, говорит о том, что ты человек финансово грамотный, и эти люди, как правило, растут, и растут их доходы. Ипотеку закрывают гораздо раньше, чем планировали. Меняются процентные ставки, много других условий. Но если вы точно знаете город, в котором вы будете жить, в первую очередь надо думать об ипотеке. А дальше взвешенно, грамотно принимать решения. Еще раз про ипотечные кредиты. Материнский капитал. Это возможность формировать первоначальный взнос по ипотеке. Ведь часто все упирается в первоначальный взнос. Даже в моем примере есть первоначальный взнос. То есть взять ипотеку без первоначального взноса, это очень сильно переплатить. И еще раз спасибо государству. Достаточно много инструментов, которые сопровождают клиента, то есть потенциально вас на всем этапе от принятия решения до формирования первоначального взноса и пользования ипотекой в дальнейшем. Я более подробно Я сделал слайд для дальневосточной ипотеки. Я не помню такой доступной программы за почти 30 лет своего банковского стажа как по доступности, по условиям, так и по стоимости этой программы. Еще раз, страна любит Дальний Восток, и дальневосточная ипотека – лучшая иллюстрация. Сейчас говорят, может быть, дальше пойдет на Сибирь. Но мы видим ажиотажный спрос по этому продукту, точно будем с ним работать. Есть программы региональные, есть программа Приморского края. Она стала сейчас менее актуальна после появления дальневосточной ипотеки, но, обращаю внимание, она может позволить формировать первоначальный взнос. Соответственно, финансово грамотный человек. Если у него уже есть материнский капитал, там одна история. Я думаю, что большинство здесь присутствующих пока что материнского капитала не имеет. Тогда, если ты знаешь, какие программы действуют в твоем регионе, ты можешь достаточно успешно и с наименьшим отвлечением денег выстраивать разные стратегии получения ипотеки. То, что может быть интересно для вас, это образовательный кредит. Это тоже, по сути, государственная программа. То есть во многих банках он есть. Его основное свойство – сумма долга выплачивается после завершения образования. То есть это возможность, я не знаю, получить более качественное образование, хоть на один семестр можно, хоть на весь срок обучения. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. На что я хотел попросить вас особенно обратить внимание. То есть условия кредитов. Есть государственные программы, с ними все понятно. Дальше очень много финансовых организаций. Понять все условия кредита – это критично важно до того, как вы подписали кредитное соглашение, кредитный договор, оферту, любой документ. И обращайте внимание на детали. Наверное, многие слышали, да? Самое главное – это то, что под звездочкой написано маленькими буквами. То есть ставка может быть 9,5 годовых, и это правда. Никто не обманывает. Вот поверите мне, сейчас уже никто не обманывает. В нашем государстве система регулирования выстроена настолько четко, что обмануть уже практически невозможно. Но можно часть правды написать где-то маленькими буквами. 9,5 – это правда, но только на первый год. Потом 14,5. Поэтому будьте внимательны. То есть изучение тех документов, которые вы подписываете, это не только финансовая грамотность, но это, наверное, общий жизненный опыт. Ну а теперь подробнее про кредитную историю. Я так немножко обращал ваше внимание на важность кредитной истории. Знаете, мало кто об этом думает. Наверное, так же мало, как и о пенсии. Сейчас люди думают о своей кредитной истории. На самом деле это вещь, которую нельзя исправить. Если вы допустили какие-то нарушения, вы это никогда не исправите. Они останутся с вами на всю жизнь. Это не будет где-то иметь принципиального значения. Может быть, если дальше у вас все будет хорошо. Но это существенно будет осложнять, и если даже делать возможным, то делать более дорогим получение любых заемных средств. Любая финансовая организация при выдаче кредита анализирует кредитную историю. Это один из основных параметров, один из основных показателей. Поэтому будьте внимательны. Крайне важно. Может быть, сейчас незаметно, но еще раз обращу внимание. Это то, что нельзя исправить. То есть нельзя сохраниться, а потом начать с того момента, когда у вас кредитная история была хорошая. Мы более-менее разобрались с расчетами и кредитованием. Про сбережения, наверное, я более подробно бы говорил с другой аудиторией, с аудиторией пенсионеров, потому что наша статистика показывает, что большинство людей, которые пользуются продуктами, сохранять это более старший возраст. Молодежь это все-таки рассчитываться и занимать. Не буду подробно останавливаться. Понятно, что вклад в банки – это самый безопасный, самый защищенный, самый доступный способ. Хотел спросить, кто знает, какая сумма вклада в нашей стране гарантируется государством? Давайте руки поднимем, кто знает. Сумма вклада в банки, которая гарантируется государством. Вообще, вы знаете, что вклады в банки гарантируются государством? Окей, начнем с самого начала. У нас в стране создана ассоциация страхования вкладов, АСВ, которая страхует все вклады физических лиц во всех банках. Вклады физических лиц в любом банке в нашей стране застрахованы на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Это реально действующий механизм. В случае банкротства банка вы не сразу, но получите свои деньги. Поэтому банковские вклады – это самый безопасный способ. Если вы храните деньги в надежном банке, то вам не придется переживать эту, пусть и необходимую, но, наверное, не самую приятную историю, то есть взаимодействие с АСВ для того, чтобы спасти свои вклады из обанкротившегося банка. Но как факт, то есть это реально работает и это действительно безопасно. Как выбрать? Надо понимать, чем больше у вклада опций, тем меньше вам банк заплатит. Досрочное снятие, досрочное пополнение – все приводят к тому, что ставка по вкладу будет снижаться. Поэтому, когда вы дойдете до этого вопроса, есть у каждого банка финансовый калькулятор, есть агрегаторы, на которых можно посчитать условия и выбрать то, что больше всего подходит к вам. Вот запомните, я хочу одно сказать вам. Не бывает самого лучшего вклада. Не бывает самого лучшего вклада для какого-то человека. Бывает самый подходящий вклад под вашу потребность в настоящий момент времени. Могу сказать, я пользуюсь, наверное, пятью разными видами вкладов. Я знаю часть средств, которые у меня на какой-то срок не будут востребованы, то есть я понимаю примерно свой финансовый план, и очень хорошо комбинирую. Комбинирую с другими инструментами, не только со вкладами, но мы поговорим об этом попозже. Самые простые и самые элементарные потребности, они закрываются при помощи вкладов. Это, как правило, не самые длинные. То есть для каких-то долгосрочных инвестиций есть другие инструменты, и мы коснемся их чуть позже. Ну, наверное, все знают, что такое золото, валюта, наверное, криптовалюта, облигации. Кто знает, что такое НСЖ? К вопросу, что мы все здесь финансово грамотные. Да? Больше половины. Ну, хорошо, более просто. ПИФ. Это все должны знать. Ну, половина должны знать. Поевой инвестиционный фонд. НСЖ, накопительное страхование жизни. Друзья мои, у вас впереди огромное поле для познаний. Голубой океан владения финансовыми инструментами. В настоящий момент, если у вас есть возможность для инвестиций, количество инструментов практически безгранично. Потому что инструмент один и тот же разных финансовых посредников, разных банков будут очень сильно отличаться друг от друга. Ну, в той или иной степени будут отличаться. Поэтому ваша задача иметь представление и уметь сравнивать. Потому что даже то, что правильно сейчас, поменяется через месяц, поменяется через два. Невозможно выучить все условия, всех финансовых инструментов, владеть ими всю жизнь. Если вы хотите быть финансово грамотными людьми, вы должны уметь находить, уметь понимать и уметь сравнивать. Это вот те навыки, которые вам понадобятся. При этом вы должны понимать две самые главные вещи при инвестициях. Две основные вещи. То есть все меняется, но две вещи остаются неизменными. Первое соотношение риск-доходность. Это как с складом. Чем больше условий, тем ниже ставка. Здесь в другую сторону. Чем больше риск, тем выше доходность. И, соответственно, вы должны понимать, чем выше доходность, тем больше риск. Если вам предлагают разместить деньги в кооператив потребительский по кредитованию физических лиц, там ставка будет больше, чем в банке. Может быть, даже в два раза, может быть, даже в три раза. Но это не банковская надежность, это отсутствие системы страхования вкладов. Приобретение облигаций и приобретение акций. Скажите, кто знает принципиальную разницу между акциями и облигациями? Абсолютно правильно. С точки зрения инвестора, по облигации ты знаешь, когда она погасится. Ты точно знаешь, когда тебе вернут деньги. С акцией ты становишься одним из собственников компании, но никто не обещает тебе вернуть твои деньги. Соответственно, как правило, доходность на рынке акций на долгосрочном периоде больше, чем доходность на рынке облигаций. Но купить его ту акцию, которая вырастет, или ту, которая не вырастет, достаточно большой вопрос. Я могу сказать, что есть акции, которые за последние 15 лет выросли больше, чем в 100 раз. Самое известное – это Apple и Сбербанк. Это надо было знать, что покупать. Есть же такие же акции, которые ты купил, и компания обанкротилась. Поэтому, коллеги, бесполезно запоминать имитентов. Риск с доходностью – это то, что вы должны четко знать. Ну и, соответственно, диверсификация. Все люди ошибаются. И вы, как самый умный человек, все равно когда-нибудь ошибетесь. Поэтому ни в коем случае нельзя держать все деньги в одной корзине. Но, я думаю, все это знают. Но все равно лишний раз хотел об этом сказать. Что касается инвестиций. Вы знаете, много есть мифов. Недвижимость – как один из способов инвестиций. Самый лучший пример, самый, который я считаю классический. Это остров Манхэттен. 1626 год. Колонисты у индейцев покупают за 24 доллара остров Манхэттен. Причем рассчитываются не деньгами, а своими же товарами. Я не знаю, насколько полезными оказались эти товары для индейцев. Я не знаю, были ли это бусы, виски или оружие. Но, как факт, они эти деньги потратили. Они их не инвестировали. И остров Манхэттен сейчас является тем, чем он является. Так вот, если бы индейцы эти деньги не потратили, а вложили под 10 годовых с реинвестированием процентов по формуле сложного процента, они бы сейчас могли бы купить остров Манхэттен назад. 24 доллара в 1626 году под 10 годовых, это сейчас 200 триллионов долларов. Тяжело укладывается в голове, но для чего я вам рассказываю. Есть много примеров людей с небольшими инвестициями, которые начинают с небольших инвестиций. И можно купить стеклянные бусы или огненную воду, я не знаю, что именно индейцы, еще раз повторюсь, покупали на это, либо какую-то часть инвестировать. Через 10 лет результат будет несопоставимо разным. Поэтому задумывайтесь об этом. Остров Манхэттен уже является тем, чем он является, но ваше будущее о ваших руках, поэтому задумывайтесь, смотрите сами. В настоящий момент есть инструменты для самых небольших инвестиций. Пенсии. Одно из направлений, которое необходимо знать, чтобы считаться финансово грамотным человеком. Вам, наверное, сейчас рано об этом думать. Я не думаю, что прямо сейчас необходимо инвестировать в пенсионные фонды. Я хотел обратить внимание на один момент. Кто слышал про соинвестирование средств пенсионных фондов со стороны работодателя? Некоторые работодатели предлагают своим сотрудникам программу соинвестирования. То есть та сумма, которую платит сотрудник, работодатель, как правило, добавляет к ней столько же. Соответственно, это ваша возможность одновременно с работодателем создать для себя запас. И большинство людей, когда на работу устраиваются, об этом не думают. А это хорошая возможность, поэтому просто при трудоустройстве поинтересуйтесь, есть это или нет. Риски – это самое важное, наверное, то, что есть в инвестициях. Их невозможно, наверное, сосчитать количество, неограниченное количество. Но есть такое же неограниченное количество инструментов для снижения этих рисков. Где-то можно полностью застраховать риски, где-то частично, но об этом надо думать. То есть предполагать, что жизнь твоя пройдет безоблачно и ты нигде не споткнешься, это, наверное, хорошо, но это вряд ли правда для большинства из нас присутствующих. Может быть, кому-то повезет. Все остальные столкнутся с какими-то рисками. Я с ними сталкиваюсь постоянно. Ничего страшного нет, надо просто их осознавать, задумываться, оценивать и думать, как минимизировать. В последнее время достаточно активно обсуждаемая тема, действительно важная – это кибербезопасность. Вы знаете, наверное, способов мошенничества, которые сейчас есть, придумали, наверное, столько же, сколько существует других рисков. И причем придумывают каждый день, каждый час, и от этого никуда не уйти. Надо с этим жить, надо про это думать. Хорошая новость – застраховаться от киберрисков достаточно просто. Большинство людей от них никогда не пострадает, потому что над этим работают финансовые посредники, банки. У нас огромное количество сил и средств уходит на работу с рисками информационной, на риски кибербезопасности. Я не буду сейчас рассказывать о каждом отдельно, но это смысла не имеет. Пока я вам расскажу, придумали какой-то новый, который уже работает. Но то, что я хочу, чтобы вы запомнили, то, что большинство реализовавшихся киберрисков происходит при нарушении клиентам каких-то правил безопасности. Как правило, происходит под методом социальной инженерии. Самый популярный метод мошенничества через социальную инженерию – это две смс-ки. Первая – ваш счет пополнен на 300 рублей. Следующая – переводила дочке 300 рублей, ошиблась номером, верните, пожалуйста, на какой-то телефон. Скажите, кому-то приходило такое? Мне приходило. Это то, с чем мы живем. Если вы видите что-то необычное, насторожитесь. Я могу рассказать про более сложных мошенников, которые звонят, предоставляются службой безопасностью банка, разыгрывают целые спектакли. Это целая индустрия. В кибермошенничестве работает сейчас тысяча людей. И они ищут ваше слабое место. Они ищут неподготовленного клиента, который неправильным образом среагирует для того, чтобы завладеть его средствами, его данными. Но если вы соблюдаете элементарные методы предосторожности, то я не думаю, что вы станете какой-то целью для преступников. Может быть, сейчас вы об этом еще не задумаетесь, терять особо нечего. Но поверьте мне, вы рано или поздно с этим столкнетесь. То есть кибермошенничество – это такая же реальность настоящего времени, как карманное воровство за всю предыдущую историю человечества. Мы будем жить с этим, это будет развиваться. Наша задача – осознавать и реально противодействовать. Ну и также обращать внимание на другие какие-то факторы. Я приведу самый простой пример, наверное, самое громкое преступление, которое было. Это была информационная атака. Твиттер, ассошеated пресс. Ну что такое твиттер, ассошеated пресс? Ну там одно из сообщений из соцсети. Два взрыва в Белом доме, Обама ранен. Падение всех рынков. Люди могли сделать колоссальные деньги. То есть если ты заранее знаешь, что рынки начнут падать, ты открываешь короткие позиции, ты можешь сделать миллиарды. Да, все восстановилось, все вернулось на место. Это фейк. Это просто кто-то сломал твиттер-эккаунт одного издания. Это стресс для всего мира. Все закончилось, но кто-то деньги потерял. На самом деле это была террористическая атака. Не нашли финансовые источники этого мошенничества. Но тем не менее это то, с чем мы имеем дело. Я заранее вывел слайд для вас. Я хотел, чтобы вы его прочитали, задумались. Часть финансовой грамотности – это знать, каким образом защищены твои права. Наше государство очень много внимания уделяет финансовому сектору. Я считаю, что это наиболее регулируемый сектор в нашей экономике. И это очень правильно. Это то, с чем сталкиваются все люди. Закон о защите прав потребителей дает вам очень много возможностей. Кто из вас хоть раз читал хотя бы выдержки из этого закона? Молодцы. Молодцы. Почитайте, это крайне полезный инструмент. Мало кто знает, как им пользоваться. Мало кто знает о его возможностях. Я не буду сейчас рассказывать, смысла это не имеет. Но это... В нашей стране, я считаю, созданы самые лучшие условия для того, чтобы оградить людей от мошенничества, по крайней мере, и защитить их интересы в финансовой сфере. Соответственно, любой человек, который считает себя финансово грамотным, должен знать, какой части он защищен. И самое главное, он должен уметь быстро находить информацию. Я не первый раз говорю вам об этом, потому что в наше время навык что-то знать гораздо менее важен, чем навык что-то узнавать. Мы с Татьяной Валерьевной говорили перед встречей, и у нас одинаковое понимание. Основная задача – научить вас не что-то знать, не чтобы вы что-то выучили наизусть, а чтобы вы научились учиться, чтобы вы научились узнавать информацию. Потому что большинство того, чему вас научат, через 5-10 лет устареет. Будет важно, насколько вы умеете узнавать новое, как быстро вы умеете учиться, как быстро вы это воспринимаете. Все то же самое про финансовые рынки. Все, о чем мы говорим, поменяется неоднократно за следующие 10 лет. И финансово грамотный человек – это тот, кто умеет быстро находить информацию, понимает, в чем смысл, и умеет сравнивать. Азы финансовой арифметики, вы знаете, наверное, наименее важны, но тем не менее для меня очень познавательное занятие. Вам, как большинство из вас будет работать в сфере экономики, какие-то базовые вещи, мне кажется, абсолютно важно знать. Это, может быть, не принесет вам прибавки к зарплате в момент трудоустройства, но понимание того, как функционирует экономика, бывает критично важно в определенные моменты вашей жизни. Мы говорим не только про макроэкономику, но и про микроэкономику, про деятельность конкретной компании. Поэтому, друзья мои, пока есть возможность, смотрите, учиться о зам. финансовой арифметике. Гораздо легче сейчас, пока вы студенты, чем потом, когда вы будете работать, и вам придется уделять для этого личное время. Кто знает, что такое индекс Бигмака? Кто слышал про это? Не буду рассказывать. Я хочу, чтобы у вас появился навык узнавать информацию. Те, кому интересно, я думаю, что вы знаете, где найти. Расскажу вам, что такое индекс Оливье. Давайте так, все эти индексы, они достаточно неформальные. Может быть, индекс Бигмака из них самый формализованный, потому что он регулярно публикуется, печатается, используется экономистами во всем мире. Индекс Оливье – это такое понятие, наверное, чисто российское, но как и сам Оливье. То есть он используется в двух направлениях. Индекс Оливье – это как поменялась стоимость порции салата Оливье от года к году, то есть один из альтернативных показателей инфляции, то есть инфляция именно для вас. А второе – это стоимость в разных регионах, и самое главное, сколько вы это в Оливье можете купить на среднюю зарплату в разных регионах. Сравнение стоимости жизни. Я хочу показать, что это достаточно интересно. Я там вот таких скучных вещей прям не вижу в финансовой арифметике, и приглашаю всех вас пользоваться. Друзья, после того, как мы вот закончили, наверное, меня слушать и пока еще не начали меня спрашивать, задавать вопросы, вы можете еще раз оценить свой уровень финансовой грамотности после всего того, что я вам рассказал. Сделайте это для себя. Казалось бы, после лекции, по идее, вы должны оценивать его повыше, но у меня есть такая практика, что, как правило, после моей лекции люди, к сожалению, оценивают его для себя пониже. Но это, в принципе, то, чего я добиваюсь. В своей лекции я не пытался добиться, чтобы вы чего-то узнали. Я, наверное, принципиально новое, то, что вам сказал, вы забудете. Более того, я не знаю, говорили ли вам ваши преподаватели, есть один секрет. Из той информации, которую вы не используете в работе, после лекции за 10 дней вы забываете 90%. У вас останется только 10%. Поэтому все факты, которые я вам сообщил, кроме Манхэттена, вы, скорее всего, забудьте через 10 дней. Но я хочу, чтобы у вас появился интерес, я хочу, чтобы вы поняли, в каком направлении вам надо развиваться, и я хочу, чтобы вы поняли, что надо знать для того, чтобы научиться искать, научиться понимать и научиться сравнивать. Поэтому спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Так, у меня книжек больше, чем людей, которых я хочу отметить. Поэтому давайте, приз за лучший вопрос назначается. Еще несколько человек отмечу за вопрос. Ladies first. Сейчас, я запомнил, давайте послушаем. Нет, давайте микрофон, у нас запись, трансляция идет. То есть люди, которые сейчас в интернете смотрят, не услышат ваш вопрос без микрофона. Большая часть, наверное, в этой аудитории пользуется Сбербанком онлайн и, в принципе, услугами Сбербанка. Поэтому у меня есть такой вопрос. Какие меры безопасности Сбербанк применяет для того, чтобы обезопасить, наверное, нас, как потребителя клиента, в пользовании Сбербанком онлайн тем же самым? Вы знаете, намного больше, чем вы предполагаете. То есть Сбербанк является, наверное, одним из лидеров в части кибербезопасности. Мы основная мишень для всех атак на территории нашей страны, просто потому, что мы самые большие. Просто потому, что большинство пользуется именно Сбербанком онлайн. И жизнь заставила выстроить нас одну из самых лучших систем защиты. Я могу про нее говорить достаточно долго. Это, наверное, тема еще для одной лекции. Я просто скажу, что там несколько слоев защиты. Это большое количество людей. Это самые современные технологии. Это комплекс и предотвращение, и противодействие различным мероприятиям. И мы, в общем-то, оцениваем достаточно высоко то, чего нам удается достичь. Уровень потерь банка значительно ниже, чем в среднем по финансовой системе. А потери каждого клиента мы всегда рассматриваем индивидуально. И пока что у нас не было ни одного случая, чтобы клиент понес финансовые потери без какого-то существенного нарушения правил безопасности либо самим клиентом, либо каждого из вас сотрудника. Но каждый кейс является объектом внимательного, глубокого изучения. Из каждого кейса мы делаем выводы и принимаем самые разные решения. Вплоть до того, что возвращаем где-то, восстанавливаем потери, если видим, что мы могли это предотвратить. То есть да, бывает, что клиент нарушил, но мы все равно принимаем участие в этом. Поэтому, еще раз, мы прекрасно понимаем, что это реальность, в которой мы живем. Мы прекрасно понимаем, что кибермошенничества будут только расти. И мы делаем очень много для того, чтобы и вы, и мы могли спокойно заниматься другими делами. Так, у нас был молодой человек, которого я остановил. Пожалуйста. Вот вы сказали, уникальный продукт у нас есть, дальневосточная ипотека 2%. У меня такой вопрос на сегодняшний день. Назовите сумму денежных средств, выданного от кредита по данной ставке. Всего выданных кредитов? Да. Ну, вы знаете, он меняется каждый час. Ну, я думаю, что уже, наверное, к миллиарду подошло к этому моменту. Если не подошло, то вот сейчас подойдет. То есть, это лучшая ипотечная программа из всех, которые я видел. Огромный спрос. То есть, лимит Сбербанка 180 миллиардов. Я уверен, что мы его полностью используем. То есть, то, что реально работает, то, чем надо реально пользоваться, это не что-то то, что далеко, это не что-то космическое. Там достаточно простые условия участия. Ну, если бы поговорили про дальневосточную ипотеку, я не хочу рассказывать все условия программы, потому что, собственно говоря, я хочу, чтобы те, кто заинтересуется, залезли на сайт и посмотрели, там в любом случае будет более подробным, чем я вам расскажу. Я хочу одну вещь сказать, которую там вы не найдете, там, где написано. Когда банк оценивает платежеспособность заемщика, существенную роль играет ставка по кредиту. Ну, не будем урок альфметики устраивать, спрашивать почему. Просто потому, что надо, чем выше ставка, тем больше денег должен вернуть клиент. Тем больше денег он должен зарабатывать. Так вот, дальневосточная ипотека, это еще самый доступный с точки зрения возможности получения ипотечный кредит. Потому что переплата самая маленькая, и тот человек, который не может получить кредит по обычной ипотечной программе, может претендовать на дальневосточную ипотеку. Я понимаю, у вас вопрос был такой немного с пессимизмом, что опять какой-то хайп, какая-то шумиха, реальный инструмент не работает. Там будут сотни миллиардов выдач. И они уже идут, уже число выдач, наверное, к тысяче приближается за неполные два месяца работы этой программы. А количество поступивших и одобренных заявок еще больше и лавинообразно растет. Честно говоря, мы начинали вместе с Миностокоразвитием работу над этой программой. Мы понимали, что это нечто глобальное, нечто серьезное, но то, что будет такой спрос и то, что она настолько будет работать хорошо, мы и сами не предполагали. Так что давайте без пессимизма. Это реально работает, и это большие объемы, это не хайп. Пожалуйста, дальше. Еще на один вопрос у нас есть время. Кому мы дадим слово? Ну давайте, вот девушка в третьем ряду. Как известно, Сбербанк, пожалуй, самое большое географическое покрытие в стране. И с учетом того, что на данный момент 85% операций переходит Сбербанк онлайн, в связи с этим будет ли связано закрытие некоторых филиалов или как выгодно ли вообще в банку держать столько много филиалов по стране? Это лучший вопрос. Безусловно, победитель конкурса вопросов. Я думаю, еще бы много вопросов могли задать, но вряд ли бы кто-то задал лучше. Это очень хороший вопрос. Вы знаете, на самом деле многие филиалы, они для банка уже неприбыльные. Потому что мы платим аренду, мы занимаемся обеспечением коммунальной расходы, человек получает зарплату, ну огромное количество сопутствующих расходов за те операции, которые могут произойти онлайн. Во-первых, это частично наша социальная ответственность, потому что мы являемся опорным, наверное, финансовым институтом России. И мы чувствуем ответственность за то, чтобы большинство жителей могли получать нормальный доступ к финансовым услугам. Да, мы разрабатываем новые инструменты постоянно, чтобы было понятно, основной способ получения услуг это сейчас даже не филиалы, и не банкомат, и даже не посттерминал уже. Тем не менее, мы не сокращаем свою филиальную сеть в сельских населенных пунктах. Мы приняли такое решение, мы его каждый год пересматриваем. Там нет задачи заработать лишние х сколько-то рублей ценой того, что доступность финансовых услуг для граждан упадет. Мы постоянно работаем над своей филиальной сетью в крупных городах. Да, там где-то идет закрытие каких-то филиалов, но общая площадь филиалов растет. Мы закрываем маленький, открываем большой. Я не знаю, кто из вас был в филиале Сбербанка 10 лет назад? Вы, наверное, достаточно молодые люди для этого. Но я думаю, кто-то когда-то заходил. Ваши преподаватели наверняка могут почувствовать разницу между филиалом Сбербанка 10 лет назад. Это, как правило, где-то тесно, узко, решетки, очередь, очередь, очередь обязательно. И сейчас, пожалуйста, зайдите в любой филиал Сбербанка, посмотрите. Мы будем менять концепцию своих филиалов. У нас во Владивостоке, я думаю, откроется один из первых в стране филиалов совместно с Макдональдс. Я думаю, это произойдет в этом году. Мы будем пробовать разные форматы, где-то кофеточки будем открывать именно для того, чтобы молодежь привлекать. Смотрим совместно какие-то программы вместе с аптеками. Мы в любом случае будем менять свою филиальную сеть. Но она в любом случае будет. Не только потому, что это надо для банковского бизнеса, но в том числе потому, что мы чувствуем какую-то социальную ответственность. Но с форматами я могу сказать, что вот через 10 лет, если вы зайдете в филиал Сбербанка, я думаю, он точно так же поменяется, как он поменялся за последние 10 лет. Это большая точка нашего внимания. Хороший вопрос, отличный. Я не думал, еще один победитель, два победителя. Спасибо большое за вопрос. На что ориентировать? Я на самом деле об этом сказал, наверное, раза четыре сегодня в своем выступлении. Не буду, наверное, вас утомлять еще раз. Самое главное для нас сейчас это умение учиться наших кандидатов. Умение действовать в команде. И умение нести ответственность. То есть не столько важны какие-то конкретные знания, навыки, которые есть сейчас. Потому что в любом случае они поменяются через 10 лет, они будут другие. Но для нас принципиально важно, насколько вы можете расти. Нам принципиально важно, насколько вы можете работать в команде. Потому что время одиночек закончилось. Ни один самый гениальный человек, пусть он будет даже председателем территориального банка Сбербанка России, не может улучшить, принципиально поменять или сделать более успешным организациям. Только командная работа. Посмотрите, Нобелевские премии последний раз один человек получал, наверное, лет 50 назад. Все остальное время это только группа людей. Поэтому умение работать в команде, коммуницировать, то, чему вы учитесь. У вас нет такого предмета. Но вы этому должны учиться каждый день. И ответственность. Ответственность это ключевое. Вы знаете, многие люди сейчас теряют это качество. Ой, не получилось. Ну, то есть это то, о чем надо задумываться. Спасибо большое за вопрос. Я могу сказать, что в ГУЭС это одно из лучших мест точно на Дальнем Востоке. Безусловно, в Приморье, где этим качествам можно научиться. Только думайте про это, помните про это, коллеги. И еще раз про финансовую громадность. Я не хочу, чтобы вы запомнили какие-то цифры или факты, которые я вам сегодня приводил. Я хочу, чтобы вы поняли, что это важно, что это важно для вас, это скажется на качестве вашей жизни, об этом надо задумываться. А дальше все у вас получится. Гуглить умеют все. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ